Ожесточенные бои за Солидар и Бахмут продолжаются. Эту битву уже называют самой кровопролитной с начала войны. В Бразилии продолжается расследование воскресного хаоса и в то же время готовятся к новым антиправительственным демонстрациям. Протесты сторонников Али Хаминею посольства Франции в Тегеране возмущены публикацией карикатур на своего духовного лидера французским журналом Шарлебдо. Дым поднимается над Бахмутом и Солидаром. Сами города претерпели значительное разрушение. Судьба Солидара до сих пор не ясна. Российская частная военная компания «Вагнер» заявила, что контролирует город, в то время как Минобороны России говорит о продолжающихся боях. Погранслужба Украины опубликовала кадры, на которых, как утверждается, ВСУ останавливают продвижение российских войск на этом направлении. Взятие под контроль Солидаром поможет российскому наступлению на Бахмут, стратегически важный город в контексте усилий по захвату всего Донбасса. Отсюда идут дороги и железнодорожные пути в крупные города, Краматорск и Славянск, а также оккупированные Горловку, Луганск, Лисичанск и Северодонецк. Постоянные российские обстрелы на протяжении более пяти месяцев превратили Бахмут в руины. Раньше здесь проживало около 70 тысяч человек. Сейчас там осталось лишь около 10% населения, вынужденного выживать. Ну, наша задача выжить, день прошел и ночь простоять. Я так считаю. Ну и, конечно, за день что-нибудь поесть, приготовить. Держаться, слава богу. Бахмут все фортеться. Несмотря на то, что по-прежнему трудно определить, кто одерживает верх в регионе, сомнений нет в одном. Обе стороны несут тяжелые потери. Битву за контроль над Бахмутом и Солидаром уже называют самой кровопролитной с начала войны. Столица Бразилии превратилась в подобие места преступления после антиправительственных протестов, кульминацией которых стал штурм официальных зданий в минувшее воскресенье. Полиция ищет улики в здании Верховного суда страны. В настоящее время ведется сразу несколько расследований, цель которых выяснить, кто несет ответственность за события, потрясшие страну до глубины души. Это было конкретное нападение. Это был акт вандализма. Безумие. Если вам не нравятся результаты выборов, мне, например, не понравились результаты 2018 года, но я не стала крушить все вокруг. Предполагается, что за кулисами хаоса, развернувшегося в минувшее воскресенье, стоят сторонники бывшего президента Жайра Болсонаро, которые отказываются признавать поражение. Но некоторые здесь скептически относятся к тому, что говорят ведущие СМИ, обвиняя их во лжи. Даже когда Лула был в правительстве, движение безземельных, а также бездомные делали это, коренные жители тоже. Всегда были эти демонстрации, где они все ломали. И теперь они называют это антидемократическим и террористическим. Получается, в прошлом они тоже были террористами. Почему их так не называли? В то время никого не сажали в тюрьму. Никто не был под следствием. На этот раз было задержано полторы тысячи человек. Многие остаются под стражей. У властей есть пять дней, чтобы предъявить им обвинение. Сторонники Лула и Десилвы и члены бывших правительств из рабочей партии убеждены, что протестующие стремились посеять хаос и вызвать военную интервенцию. И представляют собой самую большую угрозу демократии в стране. Демократия терпит все, кроме действий, направленных на ее уничтожение. Если мы не будем оперативно действовать против тех, кто хочет разрушить демократию, мы ее потеряем. Виновных нужно сажать за решетку. Если за этим стоят политики, то они должны лишиться своих мандатов. А с точки зрения гражданской ответственности, виновные должны заплатить и своих средств за ущерб, нанесенный госимуществу. Властям и народу Бразилии на то, чтобы осознать, что произошло, понадобится какое-то время. Но его может не оказаться, поскольку на этой неделе объявлены новые антиправительственные демонстрации. Масло в огонь подливает и Жайра Бусонару. Накануне он был выписан из больницы во Флориде и объявил, что намерен вернуться на родину. При этом бывший президент дистанцировался от участников беспорядков, заявив, что они пересекли черту. Албанцы составляют третью по величине диаспору в мире после выходцев из Боснии и Гайяны. Небольшой город Кукис на севере страны один из наиболее пострадавших от массовой миграции. По оценкам, до 40% его населения уехало после падения коммунистического режима. И даже те, кто однажды сюда вернулся, готовы снова уехать. Лул покинул Албанию в 20 лет. Он поселился в Великобритании и получил британский паспорт. Когда его мама заболела, он вернулся и вложил деньги в строительные материалы. Сейчас его бизнес находится на грани банкротства. Это очень тяжело, потому что я потратил много денег на создание своего дела. Ты жалеешь, что вернулся? Да, я очень расстроен и сожалею. Иногда я думаю о том, чтобы все бросить и уехать. Не важно куда, просто уехать. Ситуация, в которой оказался Лул, отображает все трудности этого региона, где широко процветает безработица, а около 20% населения живет за чертой бедности. Многие видят в миграции единственный выход. И все же местный мэр категорически против, чтобы на Кокис вешали ярлык «Город-призрак». Он говорит, что местные и национальные власти осознают проблему и активно работают над ее решением. Мы помогаем молодым людям, которые 2, 3 или 5 лет проработали как мигранты в Англии, Германии или где-либо еще. Мы облегчаем их возвращение, позволяя им не платить местные налоги от года до 3 лет. Кроме того, на этом первом этапе их обустройства правительство выделяет денежные средства в размере 5 тысяч евро. Социально-экономическая ситуация здесь в Тиране, столице страны, несколько иная. Но и местная молодежь говорит, что беспокоится о своем будущем. И некоторые решили действовать. Албания подала заявку на вступление в ЕС в 2009 году. Переговоры начались только в прошлом и будут долгими, что усиливает нетерпение молодежи, стремящиеся к более тесным связям с Европой. Эти студенты и активисты говорят, что без прогресса такая молодежь, как они, будет продолжать искать в Европе то, чего не может найти здесь. Они выступают за срочные изменения в политике, социальной этике и прежде всего в системе образования. Если вы хотите разрушить страну, вы разрушаете ее образование. По сути, вы уничтожаете ее корни. Поэтому я ожидаю от своего правительства инвестиций в образование. Не только на высоком уровне, не только в высших учебных заведениях, но и с самого начала. Более подробно о причинах и последствиях массовой эмиграции из Албании вы сможете узнать сегодня вечером в программе «Очевидец» в 21.45 по центральноевропейскому времени. В Роскосмосе подтвердили, что космический корабль «Союз МС-22» с поврежденным радиатором вернется на Землю с Международной космической станции без экипажа. Для возвращения космонавтов к МКС будет запущен корабль «Союз МС-23». С учетом анализа состояния корабля, тепловых расчетов и технической документации сделан вывод, что корабль «МС-22» должен спускаться в беспилотном варианте. Разгерметизация внешнего контура радиатора системы терморегулирования корабля «Союз МС-22» произошла 15 декабря после попадания в модуль метеороида. Гнев сторонников жесткой линии иранского режима изливается у стен французского посольства в Тегеране криками «Смерть Израилю!» «Смерть Франции!» «Смерть США!» «Они выражают свое негодование по поводу карикатур на лидера Исламской Республики Аяталы Али Хаминеи, появившихся во французском сатирическом журнале «Шарли Эбдо». Сотрудники его в 2015 году стали жертвами кровавой расправы джихадистов после публикации карикатур на пророка Мухаммеда. Сами манифестанты Истова соблюдали законы шариата. Мужчины протестовали отдельно, женщины отдельно, но все с одинаковым благоговением демонстрировали верность Хаминеи своему духовному лидеру. Власти Исламской Республики резко отреагировали на публикации журнала, возложив ответственность на французское правительство. Мид Ирана заявил, что не приемлет попрания своих религиозных национальных ценностей и Франция не имеет права оскорблять их под предлогом свободы слова. А главнокомандующий революционной гвардии напомнил сотрудникам «Шарли Эбдо» о расправе с писателем Салманом Ружди в августе прошлого года в американском штате Нью-Йорк. Ружди получил серьезные ранения. Джефф Бэк, которого называют одним из величайших гитаристов всех времен, скоропостижно скончался в возрасте 78 лет. Незадолго до смерти музыкант заразился бактериальным менингитом. Бэк прославился в 60-е годы в составе группы «Ярд Бёрдс», где сменил Эрика Клэптона. Затем собрал свою собственную группу «Джефф Бэк Групп» и выиграл семь премий Грэмми. Бэка называли гитарным богом, а его пальцы были застрахованы на 7 миллионов фунтов стерлингов.